Добрый вечер! С вами вновь программа «Кто там?» и я, Вадим Верник. Я внимательно слежу за театральными премьерами, и сегодня хочу познакомить вас с теми, кто удачно дебютировал в этом сезоне. Артём Лысков – новое имя в театре мюзикла, и, судя по всему, у него отличная перспектива. Актёр Артём Лысков рассказал мне, что его родители за все годы обучения ни разу не были в школе, поскольку всегда доверяли сыну. Такая самостоятельность помогла ему и в дальнейшем, особенно во время обучения в Нью-Йоркской актёрской школе Ли Страсберга. Вооружившись знаниями, Артём вернулся в Москву, и сегодня он играет одну из главных ролей в спектакле театра мюзикла «Растратчики». Здравствуйте, как ваши дела? Лучше и лучше. Да? Да. Это здорово. Я на самом деле люблю перед спектаклем походить по сцене, потому что как-то я заряжаюсь. Я из Вологды приехал в 16-м. в 16 лет один на вокзал и пошёл в Щукинское училище. Моя мечта была. Я целенаправленно знал, что хочу в Щукинское, потому что я какое-то огромное количество передач посмотрел про этот институт и знал, что вот-вот оно, загадочное место, где учат артистов так называемых синтетических. Мы перед каждым спектаклем распеваемся, потому что это музыкальный спектакль. Я учился в физико-математическом классе в очень сильной школе. И у нас была институтская программа уже в старших классах. Родители у меня не были в школе за 10 лет ни одного раза. Почему? Поводов не было. Наверное, они мне доверяли. И не знаю, зачем? Что я там делаю? То есть все вопросы ты мог решить сам? Безусловно. Да. И из-за того, что я программировал хорошо и занимался компьютерами, кто у меня был в друзьях? Конечно, все учителя, у которых ломались компьютеры. И любые вопросы, безусловно, я решил сам. Вот эти чарующие звуки, которые доносятся из оркестрового, это на самом деле и есть тот самый огромный плюс, который отличает музыкальный театр от драматического, потому что здесь живой оркестр. В черных небесах то ли плачет, то ли хохот, всюду голоса волчьего птичьи клёкот, мутный рассвет, сумрачный бред. Нет ни любви, ни весны спасений, нет. Потихоньку я начал вести мероприятия в школе, линейки какие-то. И потом в какой-то момент директор школы подошла и сказала, говорит, Артемка, я знаю, кто тебе надо. Иди по этому адреску, сходи. Там дворец творчества детей и молодежи, там театр-студия подростков. И вот я так пришел, так я оказался в театре. Будешь живой, округу рядом с тобой, Слово стиха вернется на веки, Одна же весна, Слово стиха вернется на веки, Одна же весна, Одна же весна. Одна же весна. После окончания Щукинского института Артем Лысков принимает неожиданное решение. Он улетает в Нью-Йорк и поступает в знаменитый институт театра и кино Ли Страсберга, на факультет музыкального театра. Там Артем проучился два года. Я не был в России год вообще. Я общался только с родителями через интернет. Я жил в центре Нью-Йорка, ограничил себя от русской аудитории вообще в принципе. Это был мой сознательный шаг, чтобы выучить язык. И таким образом я находился в вакууме, грубо говоря. И мне вот этот вакуум, плюс стрессовая ситуация безумная, потому что я не знал язык. Это самый стресс был для меня, потому что мне приходилось учиться в театральном вузе, не зная языка. Вот это все дало мне какую-то вот, не знаю, возможность какую-то уникальную посмотреть на какие-то вещи со стороны. Я только приобрел, приобрел очень много, приобрел новую голову. Это самое главное для меня. Полчаса до спектакля. До свидания, Артем. Сейчас будет... Привет, Ванечка. Что у растратчика самое главное? Оп, деньги. Правильно. Ну, 704 секунду и 40 обеих. Не хватает, так вот. Украдем мы их не в самом начале, но денежки со мной уже с самого начала. Это наш секрет. Какое право имя Зоя. Ну, а вот это мне подарили мои друзья. Картина эта прекрасная. Про Нью-Йорк, чтобы я не скучал. Вот, куда повезти, я не знаю, поэтому я ее поставил здесь. Но я себе поставил такую цель. Это была авантюра опять в моей жизни. Я себе сказал, что... Вот если я сейчас приезжаю, и я себе дал срок 4 недели, если я за 4 недели нахожу работу по профессии, там не эпизодик в кино, а прям вот работа, значит, это будет знак, что мне нужно сейчас, на данный момент, работать в России. Я приехал, в день моего прилета, это был крайний день кастинга на Мюзикл Растратчики. А вы гляньте в окошко. Хорошо-то как? Весна. Прежде всего, Артем, ну, психфизически, он подходит на эту роль. Потому что в Ванечке, в персонаже, удивительным образом должны сочетаться какая-то наивность и мальчишеская, бесшабашность и открытость с лиризмом. И в роли есть даже какие-то драматические, если не сказать трагические моменты. И нам показалось, создателям спектакля, что Артем с этим справится. И надо сказать, что мы не ошиблись. Вы же не цилить все планы, ничего места отца. Буду ваших сэнчеваться. Я до конца. Поезд наш летит сквозь туман. Камя носит подпихона. Камя носит подпихона. Камя носит подпихона. Камя носит подпихона. Через реки и болота с вами выйдет на воду. Ваша ручь носит и обливает. Эй! Единственное, что я понял, что всегда можно вернуться. В любой момент. Покупаешь билет, едешь. Нет такого, что вот, я уехал, и это в последний раз в жизни. То есть все больше никогда не будет. Это меня Америка научила. Они очень позитивные. Они учат мыслить позитивно. Вот этому я хотел научиться. Потому что они смотрят на проблемы по-другому. Они смотрят на мечты по-другому. Смотрят на цели по-другому. Не мечтают о чем-то там заоблачном. А мечтают о том, что может быть осуществимо. Это очень правильно. Я на Новый год каждый год загадываю желание, оно мне всегда исполняет. Всегда. Но у меня есть правило, что я загадываю желание, которое может быть осуществимо. Да, оно будет сложным, но оно может быть осуществимо. В программе «Кто там?» Только звезды. И те, кто завтра ими станет. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин